Гиппократ Гиппократ Галибпократ В период Бухарского эмирата, когда евреи жили в тяжелом, бесправном положении, имел место редчающий случай диспута диалога представителей мусульманского и иудейского духовенства по инициативе самого эмира. Среди участников диспута был и Раф, знаток Торы, ставший родоначальником нашего овлота, которому удалось так дипломатично охарактеризовать основы справедливого и миролюбивого иудаизма, что он был признан победителем, то есть Олиб. Род Галиб, Галибов дал ряд видных религиозных деятелей. Ниже приведены некоторые видные Равы из рода Галибовых. Это Рав Авраам Галиб, главный раввин Самарканда до 1833 года. Рав Хаим Галиб Пилосов, родившийся в 1835 году и умерший в 1902 году. Рав Хаим Галиб Пилосов, родоначальник ответвления Пилосов их от рода Галибовых. Его сын Рав Моше Бен Хаим Галиб Пилосов, 1865 года рождения, умер в 1959 году. Рав Моше Ах Галиб, 1865 года рождения, умер в 1929 году. Один из ранних репатриантов и духовных лидеров Бухарского квартала Иерусалима и другие. После присоединения Туркестанского края к России начался золотой период в истории бухарских евреев, продолжавшийся 50 лет, с 1867 года по 1917 год. Бухарские евреи получили доступ к светскому образованию. В этот период из их среды выходят известные купцы, а также видные сионисты Эммануэль Пилосов бен Рав Моше, 1876 года рождения, умер в 1934 году, и его сын Авраам Эммануэли, 1895 года рождения и умерший в 1944 году. Авраам Эммануэли, первым из бухарских евреев, участвовал в сионистских конгрессах и открыл первую фабрику по обработке бриллиантов в Израиле. Прадед нашего героя, Маше Барух Галиб, родился в 1835 году, а умер в 1898 году. Он занимался мелкой торговлей. Его первенец Давид, родившийся в 1859 году, дед доктора Галибова, не имел возможности открыть свой бизнес и работал на разных низкооплачиваемых работах. Рабочим красильщиком, поваром, сопровождал купеческие караваны, шедшие по великому шелковому пути. Он был порядочным тружеником, протягивал руку помощи нуждающимся. Обычно бухарские евреи женились в возрасте 18-20 лет. А мой дед Давид Бендмоши Барух из-за тяжелого материального положения смог жениться поздно, лишь в 38 лет, на молодой девушке Мазаль. Его жена Мазаль была внучкой богатого хасида Беньямина. В процессе присвоения фамилий жителям Центральной Азии, его потомки получили фамилию Беньяминов, который построил вместе со своим старшим сыном Авраама первый бейт-кнесет бухарских евреев на улице Сагбан, города Ташкент. Первый бейт-кнесет бухарских евреев города Ташкента просуществовал более 100 лет. Их первенец Шлома Хайм был вынужден начать свою трудовую деятельность уже в 13 лет. Он помогал отцу, когда тот работал поваром у богатых людей, а затем уже сам работал приказчиком у богатых купцов. Октябрьская революция 1917 года внесла много изменений в жизнь бухарских евреев. Шлома Хайм, до революции окончивший лишь Хедер, смог продолжить свое образование. Уже будучи женатым, он учился в знаменитом институте просвещения, а затем в Сахипи, среднеазиатском хлопково-иригационном политехническом институте, по окончании которого преподавал там математику, а затем вплоть до ухода на пенсию в 1960 году работал учителем математики в школах города Ташкента. Мой отец в 1922 году, Шаламу Хаим, женился на 15-летней девушке Мазал Ниадову, моей маме. Они прожили вместе 60 лет, родили шестерых детей, из которых два сына и дочь умерли в раннем детстве. В живых остались мои сестры Зина и Зоря и я, Григорий Габриевич. Григорий Соломонович Галибов родился 15 октября 1930 года в Ташкенте. Он учился в 29-й бухарской еврейской школе, где среди учителей были его отец Шлома Хаим Соломон Давыдович и Арон Ефремович Шаламаев, который перевел на бухарско-еврейский язык известный учебник арифметики Киселева, а в дальнейшем был директором школы и директором Ташкентского дворца пионеров. Эта фотография была сделана перед самой войной. Сижу рядом со своим отцом. В том же ряду директор школы Абрам Несимович Кентасов, женой. Также учительница нашей школы Зоя Сионовна, дочери Сиони Чунгак. Кто тогда знал, что мирное время подходит к концу и что скоро начнется страшная война, что наш директор Абрам Несимович уйдет добровольцем на фронт и погибнет? Война резко изменила всю нашу жизнь. До войны учительская месячная зарплата была очень приличной, а в период войны зарплаты хватило лишь на пару буханных хлеба. Мама стала работать в киоске, торговала газированной водой, пивом и компотом. Иногда и я ей помогал, потом перешел для продолжения учебы в вечернюю школу рабочей молодежи. А днем изготавливал на дому популярные в то время папиросы Казбек. Покупал я дешевый табак и папиросные гильзы около табачной фабрики у рабочих. А самодельные папиросы продавал поштучно по 3 рубля за штуку. За день мог заработать почти на целую буханку хлеба стоимостью около 300 рублей. Так я помогал семье и уже с юных лет приучился к труду. Всю жизнь занимался полезным трудом и никогда не сидел без дела. В 1947 году Григорий Галибов поступает в Ташкентский медицинский институт Ташми. Почему он решил стать именно врачом перед глазами был пример дяди по отцу Мишаэля Давыдовича Галибова, замечательного врача-хирурга, погибшего на фронте. За свою короткую жизнь, всего 32 года, Мишаэль успел сделать очень много. Он один из первых бухарских евреев, поступил в Ташми, окончил его с отличием в 1935 году, работал хирургом в Бухаре, а затем ассистентом в хирургической клинике Ташми и преподавал в медучилище, где был завучен. Мишаэль Галибов стал первым хирургом среди бухарских евреев Ташкента, был прекрасным профессионалом, пользовался большим авторитетом. С начала Великой Отечественной войны находился на фронте, где дослужился до главного хирурга дивизии в звании майора. Прошел боевой путь от Подмосковья и Сталинграда до Бухареста, спас жизнь многим раненым воинам, был награжден орденами и медалями. Погиб в Румынии в 1944 году. По его примеру, многие более молодые члены рода Галибовых посвятили себя медицине. Среди них 10 врачей и кандидат медицинских наук. Ташми, конца 40-х, начало 50-х годов. Молодой Григорий усердно постигает профессию врача, занимается общественной работой, он был членом комитета комсомола. Каждой осенью по нескольку месяцев работал в колхозах и совхозах Узбекистана на сборе хлопка. 1954 год. Знаменательный в жизни Григория Галибова. Он окончил институт и получил диплом врача. В том же году женился на Зинаиде Рахминовне Бабаевой. В соответствии с бухарско-еврейскими традициями, свадьба длилась почти целый месяц. Они вместе вот уже 60 лет. Швея по первоначальной своей специальности. Зина, уже будучи матерью троих детей, окончила медучилище и стала медсестрой. Должен сказать, что ни один мужчина-труженик не может достичь высот в своем деле без поддержки жены. У нас четверо детей. Сын Давид и трое дочерей. Роза, Рива и Фрида. Пятнадцать внуков и девятнадцать правнуков. Дай Бог всем им здоровья. Григорий Галибов полвека работал в медицине. Его путь врача начался в совхозе Дальверзим Бекабадского района Ташкентской области, где он оказался единственным врачом. Год работы в тяжелых условиях оказался...